Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Как вы уже поняли из названия, сегодня речь пойдет о солянке, рыбной сборной. Рецептов разных существует не сотни и даже не тысячи. Я вам собираюсь показать, естественно, свой. Он не потому, мой рецепт, что я его изобрел такой гениальный. Нет, он мой, потому что я его скомпилировал из множества других рецептов под свои вкусы. Сразу скажу, менять рецепте можно все на ваш вкус. А теперь сообщу, что вы можете поменять рецепте, но затем говорить, что рецепт все еще такой же, как у Дмитрия Фреско. Можно заменить набор рыбы. Берите любые сорта, какие вам нравятся. Главное, сохраните не менее трех разных видов. Если же вы уберете из рецепта соленые грибы или положите соленые огурцы, не срезав с них предварительно шкурку, я буду открещиваться от этого варианта изо всех сил. Потому что, на мой взгляд, и соленые грибы, и снятие шкурки именно в этом варианте солянки, я имею в виду рыбную солянку, чрезвычайно важны. Ну и, кстати, буду рад, если вы в комментариях под этим видео поделитесь рецептами своих солянок. Может быть, я из них что-то интересное для себя выцеплю и скомпилирую еще какой-нибудь классный вариант. Ну, поехали. Начинается все с варки рыбного бульона. У меня для него припасены голова и хребет семги, который я вчера засолил как раз-таки в расчете на сегодняшнюю готовку. Хребет мерлузы. Она в России продается под наименованием хек. Филет с рыбиной я срезал вчера в расчете как раз-таки на сегодняшнюю готовку, и он у меня идет в бульон. А вот голову я выбросил. Не знаю, в чем тут дело, но голова здешней мерлузы, здешнего хека, не знаю, как в России, при варке очень сильно дает йодам. Ну, почти так же, наверное, как бычки. И мне этот привкус не нравится. Пока бульон будет вариться, подготовлю корешки. Нарежу морковь некрупной соломкой. Размер, ну, в смысле, некрупность важна, а форма нет. Хоть кубиком режьте. Вкусовщина чистой воды. Вот так нормально будет. Кстати, бульон закипел. Убавлю огонь и сниму пену. Кипение при варке должно быть не сильное, но и слабым его делать необязательно. В бульон мне надо выварить максимальное количество желирующих веществ из хребта и с голов рыбы. Время варки в этом случае минут 20-25. После закипания, так же, как и морковь, нарежу корень петрушки. Кстати, если у вас петрушки нет, можно тоже не добавлять, но с ней, конечно же, будет ощутимо вкуснее. Вообще, по моим ощущениям, чем больше разных корней в супе, тем он лучше, тем он интереснее. Теперь дело за луком. Его надо нарезать кубиком. Почему именно кубиком? Я уже неоднократно говорил, повторяться не буду. Обжариваться он у меня будет на растительном масле до начала зарумянивания. Да-да, здесь должен быть пассаж про луковый сахар, про карамельный привкус. Ну вот, как-то так. Пусть тихонько жарится. Перерыв. Минут десять. Смотрите, лук дошел до нужной кондиции. Добавлю протертых томатов. А можно вместо них хорошие томатные пасты. Только действительно хороший. Пусть не просто влаговый кипят. Пусть томаты именно поджариваться начнут. А я пока отсажу бульон. Главное, не обжечься. На этих костях огромное количество всяких вкусных кусочков. Я их обязательно обдеру, пока супчик будет доваливаться. В бульон отправляется морковь и петрушка. И огуречный рассол. А лук с томатами уже пора выключать. Он уж полностью дошел до кондиции. Самое время заняться огурцами. Тут нужны обязательно соленые, а не маринованные. В соленых образуется молочная кислота. А маринованные содержат уксусную. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Учился логруды шкурок и очень жалко терять ту кислоту молочную, которая в этой шкурке содержится. Поэтому я хочу прокипятить. Добавлю сюда немножко бульона, который сейчас там вываривается. Прокипятить немножко эту шкурку, а потом вываренную кислоту опять добавлю в кастрюлю с солянкой. Я думаю, что буквально 5 минут хватит, чтобы при сильном кипении выварить из этой шкурки всю кислоту. Почему у рыбной солянки я настаиваю на снятии шкурки, в то время как в мясной считаю это неважным. Потому что консистенция кусочков рыбы гораздо более нежная, чем кусочков мяса. Если в ложке вместе с рыбой попадает на зуб кусочек огурца с неснятой шкуркой, то это сразу чувствуется, грубость такая. А кусочки огурца со снятой шкуркой на вкус очень гладкие, скользкие что ли, и совсем не спорят с рыбой. Точно такие же скользкие, как соленый грибок, например. Это у меня смесь разных. В основном здесь трубчатые, боровики, маслята и тому подобное. Ну и самый последний на сегодня белковый ингредиент, не обязательно, кстати, раковые шейки. Купил уже вареных. Мелкие они очень. Ну что не сделаешь для красивой картинки? И почему, кстати, хвосты раков называют шейками? Может потому, что считается, что голова рака растет из шеи. Ну и рыбку надо нарезать. Это засоленная вчера семга. Я же вам показывал уже процесс посолы, верно? Если пропустили, вот кружочек в уголке щелкайте и посмотрите. А это у меня филе морского черта. Здесь он называется арапе. У этой рыбы очень плотное мясо. А вот здесь лежит лихека. Теоретически всю рыбу нужно закладывать одновременно. Но морской черт имеет очень такое плотное мясо и варится дольше, минут на 10. Поэтому положу его сначала, а затем уже и все остальное в кастрюлю пойдет. А вы ориентируетесь по закладке на свою рыбу. Еще очень классная, очень вкусная солянка получается, если добавлять в нее рыбу осетровых пород. Ну там стерляц или самого осетра. Благо сейчас выращивают в садках. Правда, насколько я знаю, только на территории России. В наших краях, например, я ни стерляди, ни сетра вообще в глаза не видел. 10 минут прошло. Встало время последней закладки. Рыба. Грибы. Огурцы. Лук с томатами. До капли. И раковые шейки. Сейчас закипит, убавляем огонь и минут через 15 можно садиться за стол. Красота. Встретимся. Чуть не забыл. Каперсы и оливки. Как без них. Немного каперсов. И немного оливок. Я уже говорил, что использую с косточками, потому что они вкуснее, как мне кажется. Ну и лавровый лист. И соль, конечно. Добавим немножко яркости. Черный перец. 4 душистого. Ямайского. Ну а пока основные этапы готовки для памяти. Так, вернее, стоп. Пока еще не основные этапы. Видите, какая куча рыбьей мякоти. А вот это вот та самая куча костей. Это я вот с этих костей снял вот эту кучу. А теперь этапы. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С огурчиком соленым То гриб более нейтральный, но более соленый А огурчик Более кисленький такой Такая консистенция у них очень похожая Ой, супер Где здесь раки-то? Конечно, местные испанские раки, что клади их, что не клади их Просто здесь не видно Короче, со вкусом все, как я люблю Берите рецепт на вооружение И, напоминаю вам, поделитесь Своими рецептами в комментах Может, еще что-нибудь родится у нас с совместными усилиями Спасибо за компанию Всем пока!